Всем привет! Меня зовут Женя, я живу в Китае и рассказываю об этом на канале Всюду Vlog. А сегодняшнее видео я хочу посвятить работе артистам в Китае, потому что я работаю здесь уже почти 3 года. Это видео будет интересно и тем, кто вообще не в теме и не сталкивался с этим, а также тем, кто уже работает в Китае, потому что я здесь расскажу, какие условия для контрактов нужно обсуждать, о каких не забыть, потому что когда я сама искала новые контракты, я боялась что-то забыть, обсудить и так далее. Поэтому давайте начнем поскорее. Погнали! Итак, начну с того, что в Китае в парках развлечений, в театрах, в цирках, в клубах и так далее китайцы хотят, чтобы работали иностранцы. Конечно, это происходит из-за необычной для них внешности. Правильно это или неправильно, не будем углубляться, просто вот такой факт в Китае он есть. И поэтому артисты из России и других стран приезжают сюда работать. Как это происходит обычно? Организация, например, театр, сотрудничает либо с конкретным агентом, либо с агентством или с менеджером. А уже агент набирает артистов столько, сколько нужно театру. Он может набирать сам, а может через посредника. Когда я была в России и хотела работать в Китае, я начала искать работу через знакомых, но у меня не получилось. И я просто в интернете нашла посредника агентства, и он мне дал работу в театре в Китае. И все для этого организовал. И до 2020 года почти любой артист любого жанра, будь то танцовщик, музыкант, певец, фокусник, иллюзионист, акробат и так далее, мог найти таким образом себе работу в Китае. Как правило, кастинги проходили онлайн, то есть нужно было просто прислать свои данные, свой портфолио с фото и видео профессиональными, и таким несложным образом получить работу в Китае. Но сейчас из-за закрытых гранит все парки, все театры работают только с иностранцами, которые уже находятся в Китае. Потому что кто сейчас не в Китае, им просто не выдают рабочие визы, и, соответственно, прилететь в страну нет возможности. Когда я попала к своему первому агенту, которого, как я уже говорила, я нашла в интернете, все прошло более-менее хорошо, поэтому считаю, что мне повезло. Но на самом деле сложно найти хорошего, добросовестного и надежного агента. Поэтому важно найти не просто хорошее место работы, но и хорошего, надежного агента, потому что весь рабочий процесс будет организовывать агент, и от его работы очень многое зависит. Так вот, как же мы ищем работу и агента в Китае? Один из способов – это сарафанное радио, то есть через знакомых, через друзей, через каких-то знакомых-знакомых и так далее можно искать проверенные контакты. А также в ВИЧАТе есть такие группы объединения, где объединяются иностранцы и агенты, и они туда присылают нам вакансии, а мы уже выбираем, с каким агентом связаться и так далее. Обычно агенты или посредники пишут в такие группы краткие условия контрактов, и если тебя это заинтересовало, ты уже с ним связываешься напрямую и обговариваешь подробнее все условия. Об этом я расскажу чуть позже. Ну и для того, чтобы лучше понять, надежный это агент или нет, кроме личного общения, можно обратиться в группу в ВИЧАТе с черными агентами. Это такие группы, где объединились уже только иностранцы, там нет никаких агентов, и там мы уже между собой делимся своим личным опытом, кто проверенный агент, кто непроверенный, кто мошенник, кто как обманывает, какие у кого были ситуации. И так у тебя складывается примерная картина об этом агенте, и ты уже выбираешь, сотрудничать с ним или нет. С агентом, с которым я работаю сейчас, я познакомилась, когда театр, в котором я работала, но на другого агента, стал сотрудничать с этим агентом. Сейчас я работаю с ним же, но в другом месте. Так вот, когда мы находим агента, место работы, где мы хотим работать, мы начинаем с агентом обсуждать условия контракта, то есть те условия, на которых вы будете сотрудничать. Ну и первый, конечно же, самый главный пункт – это заработная плата. Здесь важно знать примерный порядок заработных плат на всем рынке. И когда уже агент предлагает нам какую-то сумму в месяц, мы уже смотрим, просить больше, соглашаться или отказываться от такой работы. И, кстати, до 2020 года уровень зарплат был ниже, потому что большая конкуренция была, потому что большое количество разных артистов с разных стран могли приехать работать в Китай. А сейчас, соответственно, артистов, которые уже находятся в Китае, мало, но рабочих мест много, соответственно, работодатели предлагают большую зарплату, чтобы привлекать новых работников. В пункте зарплаты нужно понимать такой момент, что даже если вы с коллегами выполняете одинаковую работу, то ваша зарплата может отличаться. Здесь все зависит от того, как вы договоритесь с агентом, потому что агент, понятное дело, берет себе процент от той зарплаты, которую вам платит именно организация. И вот этот процент, он может быть разным в зависимости от ваших взаимоотношений и о том, как вы договоритесь. И, кстати, в свете последних событий в контракте с агентом желательно вместе с зарплатой обсудить и то, какие выплаты будут в случае карантина. Следующий пункт, который обязательно нужно обсудить в контракте, это график вашей работы и график выходных. Обычно указывается, сколько шоу в обычные дни и сколько шоу в праздничные дни. Здесь надо не забывать, что в Китае праздники могут быть очень длинными. Например, китайский Новый год, он идет целый месяц, также может месяц идти Хэллоуин, например, и так далее. И обязательно нужно узнать, сколько у вас будет выходных. Выходные могут указываться, например, 3-4 в месяц, либо один раз в неделю, либо два раза в неделю и так далее. Здесь желательно уточнить у агента, зависят ли ваши выходные от других работников. Сейчас объясню, что это значит. Например, когда у вас там 10 человек должно работать, а у вас всего 5, то вам выходные могут просто не давать. Этот момент желательно тоже обговорить на берегу. Или если вы едете на контракт парой, то совместные у вас будут выходные или нет. Следующий пункт, это срок контракта. Агенты или организация могут вам предлагать контракты на 3 месяца, 6, 12. Перед контрактом можно обговорить возможность продления, потому что могут быть сезонные контракты, например, только на лето, на 3 месяца, на месяц. То есть возможности продления не будет. А иногда это стабильное место работы, и такая возможность есть. Здесь все зависит от вашего желания. Я, например, люблю долгосрочные контракты с возможностью продления, потому что я не очень люблю часто переезжать. Следующий, наиважнейший пункт контракта, это виза. Обычно все документальное оформление и расходы на это берет на себя агент. Очень важно, чтобы агент не допускал просрочек визы, оформлял все легально. К сожалению, на этом пункте могут попадаться мошенники. Честно, я с таким не сталкивалась. У меня всегда все было с этим хорошо. Но я знаю, что многие иностранные ребята сталкиваются с такой проблемой. А проблемы с визой могут даже привести к депортации. Поэтому здесь важно и агенту доверять, но и самому следить за ситуацией. Следующий пункт, это страховка от несчастных случаев на рабочем месте. То есть, если с вами что-то произойдет, не какой-то несчастный случай в рабочее время, на рабочем месте, то, как правило, агенты покрывают все расходы гораздо проще, если этот пункт будет прописан. Следующий пункт, это транспорт и переезд. Все расходы на транспорт, перелеты и переезд обычно агент берет на себя. До 2020 года это были билеты из твоей страны в Китай, и потом по окончании контракта из Китая обратно в твою страну. Сейчас, как правило, агенты оплачивают билеты по Китаю. Прочие расходы на переезд уже тоже можно индивидуально обсуждать с агентом. Например, когда я переезжала, у меня было очень много вещей. Я их отправляла почтой, и агент мне тоже полностью это все возместил. Следующий важный пункт в контракте, который нужно обязательно обсудить с агентом, это жилье. И на этом пункте нужно с агентом остановиться прям поподробнее. Как правило, работодатель предоставляет жилье работнику. Обычно это бывает общежитие, гостиница, отель, квартира или комната в квартире, например. Обычно по два человека в комнате. И здесь у агента обязательно нужно просить фото и желательно видео жилья, потому что на словах это одно, на деле это может быть совершенно другое. Тем более, что для китайцев считается нормальным, для нас может быть иногда неприемлемым. Особенно санузел. И еще можно заранее спрашивать у агента, где находится жилье, где находится работа. Нужен ли транспорт, предоставляет ли он его и так далее. Следующий пункт это питание. Работодатель или агент может предоставлять питание, например, в столовой, либо давать деньги на питание, либо этот пункт может отсутствовать. На данный момент, где я работаю, у меня включено питание в столовой. И обычно я не очень люблю китайскую столовскую вот такую еду, но тут нас достаточно вкусно кормят. Основные пункты контрактов, которые нужно обязательно обсудить и не забыть об этом, я рассказала. В общем, нюансов много. Нужно учитывать еще, что китайцы могут хитрить. Где-то ты можешь их плохо понимать. Но старайтесь максимально ответственно подбирать себе место работы, чтобы не было проблем, особенно с визами и так далее. Ну а дальше, когда мы обсудили все условия контракта с агентом и согласны с ними, мы заключаем договоренность с агентом. Он нас привозит на место работы и предлагает нам вот этот контракт именно подписать. И дальше уже начинается рабочий процесс. Что происходит дальше? На весь рабочий коллектив агент предоставляет переводчика. Но этого человека нельзя назвать просто переводчиком, потому что, по сути, он курирует весь твой рабочий процесс. Все вопросы ты можешь решить через него. Причем не только на работе, но и в быту. В общем, он полностью тебе помогает. И очень круто, когда попадается очень добрый, отзывчивый и ответственный человек. Ну и в конце этого видео хочу пожелать всем, кто ищет работу в Китае, хороших контрактов, надежных агентов. Старайтесь сами быть добросовестным, ответственным работником, и тогда агенты будут сами хотеть с вами сотрудничать. Делайте всегда только то, что вам нравится. Старайтесь не терпеть то, что вам не нравится. Большое спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте лайк, потому что я все-таки стараюсь делать для вас вот эти видео. И еще напишите в комментариях, какие темы для видео вам были бы интересны. Ну и обязательно подписывайтесь на канал и оставайтесь вместе со мной. Стараюсь каждую неделю выпускать для вас видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.